В сыром подвале старой фабрики Брюсселя гроздья вёшенок свисают из полсотни мусорных пакетов. Это революционное экопроизводство. Внутри – смесь соломы и кофейной гуще – отходного сырья, которое по несколько тонн набирают в кофейнях Бельгии. «Каждый день мы выбрасываем много кофе, а его производство затратное – от выращивания до транспортировки в Европу. Просто жаль не использовать его дольше, чем несколько минут, чтобы выпить кофе». Кофейную гущу смешивают с соломой в большом барабане, куда добавляют споры грибов. Через две недели урожай готов. Продают в органических магазинах. «Мы добавляем немного соломы, чтобы земля не была слишком плотной. Это, конечно, идеальная база для выращивания вёшенок. Кроме того, это отход, который выбрасывают по 15 тысяч тонн в год в одном только Брюсселе. Кофейная гуща очень кислая, у неё множество применений». Оказалось, это идеальный субстрат, поскольку содержит минералы и питательные вещества. При этом выращенные грибы не имеют кофейного привкуса. Бизнес, основанный на круговой экономике, где ничего не пропадает зря, в Европе поддерживают в первую очередь. Кроме того, городские фермеры выращивают продукцию вертикальными методами, сокращая использование почвы. «Житель Бельгии выпивает по пять килограммов кофе в год. В сумме это тысячи тонн, которые в основном выбрасывают. Так что это огромный потенциал. У нас нет недостатка в первичных ресурсах». Ещё одно применение кофейного экоотхода – строительная плитка. Компания на другом конце Брюсселя получила первый коммерческий заказ. 200 квадратных метров звукоизоляции для фирмы, предоставляющей в аренду электроинструменты.